Итак, дорогие друзья, всем привет, добрый день! Поздравляю с праздником Йома Ацмаут сегодня! День независимости Израиля, день создания, можно сказать, государства Израиля. Очень для страны радостный день. 72 года назад возникло, после 2000 лет отсутствия, возникло государство Израиль, вернулось. И за 72 года, слава Богу, просто здесь рассвет, рассвет такая прям супер страна, супер армия, супер медицина, все супер в Израиле. Слава Богу, Яков Шатадин нас смотрит. Яков Шатадин, как празднуешь, Йома Ацмаут? Есть в Израиле большая часть празднует, есть маленькая часть, которая относится к этому празднику чуть по-другому. Ну, значит, но мы празднуем вместе с большинством. Как сказал Гилель Альтифрошмина Цепурния, не отдаляйся от общества, и мы стараемся тоже быть вместе с обществом. Все, Калифорния с нами, можно начинать. Все, и Калифорния даже с нами. В Америке вообще, да, удивительно, больше миллиона уже заболевших, больше 60 тысяч умерших. И это очень много, это огромная цифра вообще, да, такая, вдуматься. Но все равно мир, видно уже, что он выходит из этого, из этого, из этой петли, можно так сказать, да, такая была. Яма не была, понятно, что с этим делать. Но точно так же мир быстренько адаптировался, люди адаптировались, и, значит, сейчас начинается новый виток. Да, ну, будут салюты какие-то, будет авиаппарат, все будет. То есть в Израиле очень празднует этот праздник, прям очень сильно. Хорошо, поэтому мы давайте сейчас... А мы заканчиваем 13-ю главу сегодня. У нас свой праздник, 13-ю главу мы сегодня должны закончить. Итак, значит, мы закончили на 23-м отрывке вчерашний урок. В 23-м отрывке говорилось, что много хлеба на Неве бедных. Иногда бывает, что бедные выращивают хлеб, а сами не кушают. Но некоторые гибнут от неправды, а бывает, что люди гибнут вот так вот, казалось бы, вообще без всяких на то причин, как сейчас вот коронавирус, много очень людей из 200 тысяч умерло, и молодых в середине жизни. То есть непонятно, непонятно. На этом мы вчера остановились. И 24-й отрывок нам дает... 24-й, 25-й отрывок сегодня мы изучим, конец 13-й главы. Он дает нам понимание, некое понимание, почему так происходит. Значит, 24-й отрывок очень актуальный для тех, у кого есть дети, которых они должны воспитывать. И 24-й отрывок звучит так. Значит, тот, кто щадящий палку свою, ненавидит своего сына. А тот, кто его любит по-настоящему, он его наказывает с детства. Мусар, мы знаем, это наставление через страх и через боль. То есть это именно такое наставление через страх и через боль. И объясняет нам Малбим и другие мудрецы, что в вопросах воспитания Всевышний выстроил очень четкую такую систему, которая, ну вот если правильно к ней относиться, она будет работать. Значит, первое, что мы знаем из Торо, что сердце человека ра-минау-рав. Сердце человека злое от рождения. То есть у человека в момент рождения действует только инстинктивный ум, только животное его, сущность. Потом к нему добавляется сущность млекопитающего. То есть подросток, он хочет только удовольствия. Для него главное слово это хочу. И он не может себя управлять, собой управлять интеллектом. То есть ни маленький ребенок, ни подросток не может управлять своим интеллектом над своими чувствами, эмоциями и телом. И задача родителей это воспитать своего ребенка, причем Бог разделил эту функцию между матерью и отцом. Мать, она обеспечивает физические потребности ребенка, а отец должен его привести к духовным потребностям и к интеллектуальному совершенству. Поэтому у отца есть единственный способ победить животную сущность ребенка. Это через наказание и жесткие рамки границы выстроить правильное мышление ребенка, которое дальше его приведет к духовным свершениям, к духовным достижениям. Мать, она должна жалеть, поэтому мать будет его кормить, укутывать и так далее. Но если они меняются местами, отец начинает жалеть ребенка, то по факту он жалеет не ребенка, а себя, потому что он уничтожает своего ребенка тем, что он щадящий палку свою. Прямо так написано, что он ненавидит своего сына и Малбим объясняет, что этим самым он лишает своего сына будущего, потому что Бен Хахам Мусарав. Можно сделать сына Хахама только через Мусарб отца и другого пути, к сожалению, нет. Вот такая вот оказалась прямо интересная конструкция. Теперь, в принципе, задача человека, который хочет реализовать свои возможности победить свою животную природу, это научиться интеллектом управлять собой и отказываться от сиюминутных удовольствий животного порядка ради духовных свершений, ради духовных достижений, которые ждут его в будущем. Теперь, этот отрывок также нам объясняет, почему Бог часто наказывает праведников, потому что только таким способом можно вырастить настоящего праведника. Так как Бог любит, то тех, кого Бог любит, Он наказывает. Это как бы вот такая вот схема работает и у отца с сыном, и у Бога с людьми. Только через преодоление сложности можно вырасти в личность более высокого уровня. Поэтому все наши праотцы прошли через испытания. И слово «нисайон» – испытание, оно от того же корня и также звучит как «масаид», то есть то, что поднимает. То есть испытание, оно поднимает человека, а катиться вниз очень легко, и оно человека загоняет в яму. Загоняет в яму. Вот очень интересная такая вещь. Я обычно стараюсь рано ложиться, очень рано вставать. И мне было, ну поэтому как бы приходится себе отказывать в каких-то там вещах, которыми многие люди занимаются. Вот я вчера посмотреть, думаю, посмотрю, вот почему люди смотрят там сериалы, какие-то фильмы, да, посмотрю. И залип на этом фильме на 4 серии вот это не мог выключить никак. Все, сегодня утром я еле встал, голова болит, все. То есть ты даешь себе какое-то сиюминутное удовольствие, лишая себя потом завтрашнего дня. И я слышал такое же объяснение, очень интересная такая, просто закончу это фразой, что алкоголь это радость, украденная у завтрашнего дня. То есть ты сегодня себе поднимаешь эту радость, но ты у себя крадешь ее, ты как бы концентрированно забрал у себя свое будущее. Вот такое вот интересное выражение. Поэтому, конечно, сына надо наказывать, сына надо доказывать. Современное общество, оно лишает, ну как бы все устроено сейчас по-другому. Посмотрим, что будет дальше, как эта система работает 3000 лет. Шлома Амелаха папа наказывал, царя Давида папа наказывал, и все, кто вырастили сильных, хороших сыновей, их папа наказывал. Хорошо, 25-й отрывок. 25-й отрывок звучит так. Сегодня последний отрывок в 13-й главе. Цадик ухель лесбуанавшо. Значит, цадик, он кушает для того, чтобы насытить свою душу. Ни больше, ни меньше. Есть люди, которые живут, чтобы есть. Есть люди, которые едят, чтобы жить. Цадик, праведник, он кушает для того, чтобы насытить свою душу, чтобы у него были питательные вещества в его теле. Душа – это нефиш, это животная душа. У бетен-рышаим тексар. И живот злодеев, он, тексар – это будет им всегда недостаток. Им будет все время хотеться еще, еще, еще. Здесь есть, как всегда, несколько аспектов. Как в предыдущем отрывке мы рассмотрели аспект воспитания, когда отец воспитывает сына, и любящий отец, он его наказывает за неправильное поведение, чтобы завтра было хорошо. Второй был аспект – человек сам к себе должен так относиться, уметь себя поставить в жесткие условия, чтобы завтра было хорошо. И Бог точно так же ставит нас испытаниями в жесткие условия, чтобы спасти в период больших бедствий, когда перед злодеями разверзнется пропасть. Теперь это было три аспекта. В этом отрывке в 25-м тоже есть три аспекта. Давайте посмотрим. Первый аспект простой – пропитание. Значит, праведник кушает мало, и главная цель его еды – это насытить свою душу. То есть он кушает для того, чтобы получить питательные вещества, для того, чтобы их превратить в духовную энергию, в добро, в действия, но не для того, чтобы еда не является для него целью, она является для него средством. Живот злодеев им всегда мало. Злодей кушает не для того, чтобы насытить душу, а для того, чтобы насытить свой живот. Поэтому ему всегда мало. Ему хочется еще, еще, еще. Ярким примером такого отношения к еде являются римляне. Римляне, они собирались на своих пирах, и они ели, потом вырывали, потом опять ели, потом опять вырывали, опять ели, опять вырывали. Ну, ели не то, что вырывали. Им все время приносили новую еду. Ну, они ели для того, чтобы почувствовать вкус еды и процесс пищи. Мы видим сейчас, где эти римляне, нету римлян. Были римляне и нету. Варвары их тоже съели потом, этих римлян, которые прям в банях лежали, были цари мира, всем миром владели, самые большие были, самые мощные, самые сильные. И нету римлян. Все. Теперь дальше. Это был первый аспект, чистое питание. То есть человек должен питаться мало, и чем меньше ты питаешься, тем лучше работает твоя пищеварительная система, и тем больше ты получаешь пользы для своего тела. А тот, кто ест много, это как в костер бросать много дров, и ты можешь дровами прям загасить костер. Тот, кто набивает свой живот, у него, наоборот, не работает пищеварение, ему всегда мало, желудок растягивается, и он хочет есть снова и снова, и еда его не насыщает. Дальше. Второй аспект. Значит, праведник ест и насыщает душу свою. Смысл еды, вот в предыдущих отрывках было много сказано, а вот как же есть праведник, ему там не хватает чего-то, да, он не живет так ярко, на мерседесе не ездит, а злодей вот иногда, у него бывает, кажется, благоденствие. И здесь еще один ответ на это, что, когда мы смотрим со стороны, очень сложно понять, хватает человеку или не хватает. Потому что есть праведник, и он счастлив, он просыпается утром, я помню, Равыцкак, Зильвер, Зацаль, он, Зихрана Царикли Враха, он заходил в квартиру свою, вот ему уже было там 80 лет, он в ней жил уже там много-много лет уже, несколько десятков лет он жил. И он каждый раз заходил в квартиру, без ремонта, без каких-то там мебель, старая мебель, старая книга. И он заходил и такой, хорома вообще, какая красота! То есть он умел радоваться тому, что было. Цадик, он может быть ест мало, но он испытывает сытость и радость. Ему хватает, мало этого, у него намного больше, даже чем ему, чем есть. Потому что Равзильбер, он мог радоваться, он хлеб макал в пепси-колу и говорил вообще, райский вкус, Ганеден, он это назвал, рай, вообще рай. А цадик, он ест немного, у него может быть один костюм, у него может быть совсем мало, но он настолько этому рад, что у него есть ощущение полной, полной сытости и избытка. То есть у него есть больше даже, он думает, за что мне вообще такая радость, за что мне такое вообще счастье, что у меня есть руки, есть ноги. А злодей, он, сколько бы у него не было, ему всегда мало, ему всегда мало. Есть известная история, ее рассказывал Рабин Ахман из Бреслова, о простоте и умнике. И было два друга, которые вместе росли, учились в одном хедере, и потом этот простак, он стал, он стал сапожником, и он сидел, и он радовался своей жизни, своей работе, он был счастлив, что он зарабатывал каких-то две копейки, ему жена говорила, а что другие берут больше, чем ты? Он говорит, а какая мне разница за других? Я зарабатываю, мне хватает. И он пил воду, а назвал воду все время разными вкусами. Он говорит, жена, дай мне чай, она ему дает воду, он, вот вкусный чай, она ему дает опять воду, он, вот вкусное там вино. То есть праведник, он живет более духовными ценностями. Теперь злодеи, как живут злодеи? Злодеев всегда мало. У злодеев есть вожделение, которыми они никогда не насыщаются. У злодеев есть зависть, которая никогда не наполняется, потому что он наоборот в своем воображении, он думает, что всем лучше, чем ему, а ему хуже, чем другим. И вот это вот 20, получается, пятый отрывок, это тоже ответ на то, что нам иногда кажется, что в мире что-то несправедливо. Но то, что нам кажется, это не более, чем модель мира в голове. Мы не можем зайти и понять, вот человек сидит, кушает, сидят два человека за одним столом, кушают одну и ту же еду. Один доволен, второй недоволен. Один счастлив, насытился, второй не насытился. Напоследок, я расскажу такой анекдот на эту тему, как жила в одной семье девочка, она была очень, ну, такая депрессивная, негативная, завистливая. И мало этого, ей реально было плохо, она еще и слепая была. И все ее любили, все к ней хорошо относились, но она все время была в состоянии, что вот мне, значит, сюда не додают. И когда раздавали еду и положили полную тарелку пельменей, вот такая вот тарелка была, сверху вот так насыпана, она такая пощупала, пощупала и говорит, да, говорит, представляю, сколько же вы себе наложили, что мне опять не додали. То есть, очень часто человек, он в своем, восприятии мира и себя, он как вот эта девочка, он все время думает, что ему не додали, что ему не, что другим лучше. И это то, что здесь написано. Праведник ест и насыщает свою душу. Охель лизбоа навшо, то есть, его душа насыщается, и он уже счастлив. Вебетен решаим тексар. Сколько бы злодеи не ели, им все будет мало. Яркий пример этого, это история с Аманом и Мордыхаем. Когда Аман, у него было все, перед ним кланялся весь вообще народ, падал ниц, все. А он приходит домой, собрал жену, детей, все перед ним падают ниц. Он богатый такой, вообще самый богатый человек в Вавилоне. И он говорит, и все это мне не в радость. Пока есть вот этот вот Мордыха и Иуди, он мне не поклонился. То есть, это как раз то, что здесь написано. Животу злодеев всегда будет не доставать. Всегда будет что-то не хватать, всегда будет ему плохо. Все. И последний раз скажу анекдот, чтобы это запомнить. Тогда вы точно запомните. Был один парень такой, которому всегда было мало, плохо, и он из-за этого с ним никто не хотел общаться, потому что людей депрессивных, завистливых, и которым обжор еще плюс, сказать всему этому, кто с ними хочет общаться. Никто с ними не хочет общаться. И он, значит, опустился уже ниже некуда, сидит он где-то в парке, сидит в парке на лавочке, жить негде, есть нечего. И мимо проходят его знакомые, вместе они учились в школе. А этот знакомый стал бизнесменом, много работал, трудился, занимался спортом. То есть, он такой прям себя загнал в свою животную душу, такой подтянутый, спортивный, все время тренируется, учится, работает, и он, значит, разбогател, и видит своего вот этого вот школьного приятеля. И он ему говорит, слушай, говорит, давай я тебе, надо же работать, давай я тебе там работаю, будешь работать. Тот говорит, не, не могу работать, я ничего не умею, ничего не хочу, работать не могу, нет у меня, не знаю даже, что вот, не хочу работать. Тот ему говорит, слушай, ну а как ты жить будешь? Ну не знаю, вот не знаю, все не знаю, всем хорошо, мне плохо, мне хуже всех. Он ему говорит, смотри, я тебе такую работу предлагаю, которая, ну просто ты сможешь точно, у тебя получится. Значит, ты будешь ездить вот в банк, забирать сумму денег, привозить мне и половину оставлять себе. Подходит? Тот говорит, ну не знаю, конечно, тяжело, наверное, ну ладно, согласен. И вот в месяц он ездит, половину забирает себе, второй ездит, половину забирает себе, третий ездит, половину забирает себе. Уже он там снял вначале квартиру, потом купил квартиру, женился. И сидит он вечером с женой недовольный, страшно вообще, покушал, все ему не нравится, недовольный. Сидит и пьет этот коньяк. Жена ему говорит, слушай, что ты все время недовольный? Все. Он говорит, да ты не понимаешь, у меня работа такая, говорит, ну ужас. Она говорит, какой ужас, что это самое, что ты делаешь? Он говорит, ну я вот езжу, беру деньги, потом половину оставляю себе, половину отдаю этому моему школьному товарищу. Она говорит, ну так а что тебе не нравится-то? Он говорит, я не понимаю, ему половину за что? За что ему половину я отдаю вообще? Как это обидно, что приходится ему половину отдавать? Это объяснение тому, что чреву нечестивых недостаточно. Всегда будет злодеям не доставать, потому что вот эта вот система координат, в которой ты живешь, определяется все в первую очередь. Или ты с Богом, или ты понимаешь, что есть добро, есть зло, есть Бог, есть заповеди. Если ты понимаешь, что в тебе есть тоже две половины, одна плохая половина, которую ты должен, вот эта животная душа, ты должен ее победить. И есть добрая, я церковь, твоя добрая часть, которая должна быть наверху, а злая душа животная, она должна быть как в клетке, в такой, и ты должен давать чуть-чуть еды, чуть-чуть воды, злобному своему этому началу, а добрая развивать, кормить, усиливать. И вот мы сейчас поучили Тору, усилили свое доброе начало, сейчас пойдем накажем, у кого есть сыновья еще, которых можно воспитывать. Взяли палку, наказали сыновей, как царь Савмон сказал, чтобы любящий отец сына наказывает, пойду, у меня есть два сына, сейчас пойду, палку возьму, если от жены успею убежать. И значит, все, всем хак-самэ, хорошего праздника, чтобы было у всех счастье, радость. Израиль доказывает, что все возможно, есть чудеса. Вот возникло после двух тысяч лет государство Израиль. Я, например, в 26 лет ни слова не знал вообще, ни про Бога, ни про Тору, ни слова не знал. Сейчас вот учим Мишли, слава Богу, уже второй раз заканчиваем. Все, друзья, все возможно, главное прокачивать душу, гонять свою корову. Яков Шатадин правильно сделал вывод. Все, удачи всем и успехов, хорошего дня, с праздником. Продолжение следует...